В этом году, примерно в середине лета, мы установили над своим бассейном павильон. Это было сделано для того, чтобы мы уже не зависели в течение всего лета от погоды, то есть плохая погода, хорошая погода, идет ли дождь, ветер, то есть мы могли купаться. В принципе, этот павильон оправдал наши надежды на 100%, но нам хочется немного большего, то есть мы хотим еще максимально затянуть купальный сезон. Сегодня 21 сентября, температура воды в павильоне примерно 20 градусов, но вы понимаете, что это довольно-таки прохладная вода, и я уже задумался, чтобы еще максимально затянуть купальный сезон, как-то ее подогревать. В интернете я начал изучать этот вопрос, и первым делом я рассматривал электрические обогреватели, но мне показалось то, что они, во-первых, не сильно эффективны, то есть они очень долго греют воду, также они много кушают электричества, и опять же, если их включать ночью, на ночном тарифе, то они остаются как бы бесконтрольные, то есть без надзора. Этот вариант у меня сразу отпал, я начал смотреть варианты, которые либо на дровах, либо на углях, то есть вот такие. Принцип действия таких печей – это помещение внутрь печи, змеевик, змеевик может быть из нержавейки, ну, либо металлический. По поводу металлического змеевика тоже я почитал то, что если его оставлять на долгое время, он может ржаветь, и перед первым включением там нужно будет провести какие-то танцы с бубном, чтобы эта ржавчина не попала в бассейн. Поэтому вариант змеевик из черного металла я сразу отсек. Я рассматривал вариант из нержавейки. По нержавейке есть тоже два варианта, которые предлагают различные производители. Есть гофрированная нержавейка, по поводу нее у меня прям сразу сомнение возникло, то что оно как бы долго прослужит, потому что это такая тоненькая вообще нержавейка, и я думаю, что долго бы она вряд ли прослужила. В итоге, друзья, давайте я не буду долго тянуть, пойдемте, я покажу, на чем остановил свой выбор и что уже себе приобрел. Друзья, приобрел я себе вот такую металлическую печь с нержавеющим змеевиком, и сейчас я подробно расскажу про эту печку, чтобы вы понимали, на какие моменты нужно обращать при выборе печи для бассейна. Приобрел я себе вот такую печь, называется она «Гольфстрим Н Турбо». Буква «Н» обозначает то, что в ней установлен змеевик из нержавейки. Слово «турбо» обозначает, что это старшая модель. Использовать ее рекомендуется для бассейнов объемом до 30 кубов. У меня бассейн 14 кубов, но я взял именно старшую модельку, чтобы сократить время нагревания воды, то есть она более эффективна. Чем же отличие между моделями? У младшей модели длина змеевика 12 метров, у этой модельки, у старшей, 18 метров. За счет разности длины змеевика в КПД, старшей модели выше, чем у младшей. Ну и теперь давайте посмотрим, как выглядит змеевик. Сразу скажу, что не пугайтесь, то, что он черного цвета. Змеевик выполнен из нержавейки, он покрашен термокраской, это для того, чтобы увеличить эффективность нагрева. Подтверждение того, что это сделано из нержавейки, вот снизу можно посмотреть, чуть-чуть неудобно было, видимо, прокрашивать, вот она светленькая. И вот здесь вот специально производитель на трубе оставляет вот такой вот кусочек непрокрашенный, это вот чтобы у людей не возникал вопрос, что это действительно нержавейка. Толщина вот этого металла 1,5 мм. И буквально пару слов про комплектацию. То есть вот такой вот съемный дымоход, он примерно высотой 60 см. Два вот таких переходника, они специально подходят к шлангам для бассейна. Они вот закручиваются вот на такие барашки. Два вот таких переходника с быстросъемными соединениями, то есть вот сюда подойдет любой садовый шланг. Также идут в комплекте два сертификата по 1000 рублей на покупку следующей пяти, то есть которые вы можете подарить своим друзьям. Я, кстати, свои уже раздарил. Для себя я приобрел вот такой вот дополнительный поддон-подставка. Вот у нас прошел сейчас дождь, и в нем стоит вода. Вот здесь я немножко доработаю, сделаю прорезь, ну, либо отогну, чтобы эта вода уходила. Ну, можно и не приобретать этот поддон, потому что если вы поставите на какую-то плитку, ну, это будет работать, в принципе, так же. Сразу заказал вот такие вот переходники, это трехходовые. Для чего они нужны? Вот здесь установил на фильтр песочный и на бассейн. Наверное, те, кто слышал и знает такое название «бэйпас», его делают, применяют как и в электрике, так и вот в водопроводе. Что это такое? Прям вкратце, простым языком постараюсь объяснить. Бэйпас нужна для того, чтобы, если вы хотите нагреть бассейн, все потоки вы пускаете через печь. Если вдруг вам нужно просто фильтровать бассейн, вы можете обходить печь и пускать ее, как она была раньше. То есть вот по малому кругу работает фильтр. Вы обратили внимание, что шланги здесь толстые, а у печи труба нержавейкая, она тоненькая, там она 2,5 см. И за счет этого, естественно, напор будет ниже. И вот для того, чтобы при фильтровании не занижать напор, вы пускаете системой «бэйпас» напрямую, минуя печь. Также еще один момент. Если в холодное время суток, то бы у вас не было обратного действия, то есть по змеевику не охлаждалась вода, то есть когда печь не работает, то есть на улице холодно, и получается через змеевик, она ночью, допустим, фильтруется, проходит, она будет охлаждать воду. Вот эта система «бэйпас», она вас тоже выручит. Хочу обратить внимание, если вы будете пользоваться в холодное время года этой печью, обязательно, когда вы уже нагрели бассейн, обязательно сливайте со змеевика воду, потому что если чуть подморозит, то может какой-то сварной шов разорвать. Поэтому на это обращайте внимание. Я как бы про это знаю, но пока я еще не прикупил себе клапан на нижнюю часть, чтобы поставить там какой-нибудь кран, чтобы сливать воду было проще. Ну, с нижней точки всегда проще сливать воду. Чем же удобны эти переходнички, и как работает «бэйпас»? Смотрите, переключатель показывает стрелочкой, то есть работает сейчас вот этот шланг. Этот шланг у меня идет к печи. Чтобы переключить этот шланг, минуя печь, мы просто перебставляем, стрелочка показывает на этот шланг, и этот шланг уже подходит к фильтру. А также нужно переключить вот здесь. Переходничок, он переключается абсолютно таким же образом. Ну и так, на данный момент сейчас в бассейне 20 градусов, то есть водичка 20 градусов. Как я сказал, это полностью заслуга павильона. Когда выходит солнышко на улицу, он нагревается, здесь может прогреться воздух до 50 градусов. Ну, за счет того, что уже воздух 50 градусов, начинает подогреваться и водичка. Если ночью не давать остывать павильону, то есть я, наверное, с неделю пользовался газовым обогревателем, мы включали его на ночь, расход газа не такой уж большой, то есть вот нам на 7 дней хватало маленького баллона 24 литра, хватало на 7 дней, и по цене это примерно 650 рублей. То есть в месяц это в районе 3000, подогрев ночной идет, и за счет этого температура бассейна не падает. Так как мы тут приболели всей семьей, мы уже отключили и уже не пользуемся 2 недели газовым обогревателем, то есть мы не подогреваем воздух ночью, и за счет этого водичка вот опустилась до 20 градусов. Ну, конечно, кто-то может купаться, но для нас это довольно-таки холодная вода, поэтому сегодня мы будем пробовать, испытывать мою покупку, мою новую печку, и посмотрим, насколько она подогреет воду, и за какое время. Итак, пустили мы водичку, и вот сразу вот здесь зажурчала вода, слышно то, что по змеевику она идет, ну, пока мы без подогрева ее гоняем. Сразу хочу обратить ваше внимание, что перед использованием обязательно читается инструкция, потому что есть такие нюансы, которые могут вас испугать. Первый нюанс. Чтобы у вас не облизала краска, эта краска термостойкая, ее нужно немножко закалить, чтобы она кристаллизовалась, то есть не нужно сразу топить на полную мощность печь, достаточно бросить какое-то небольшое количество щепочек и разжечь. А если вдруг в ваша печь пришла где-то царапинка или там ободранная краска, то у меня в комплекте производитель положил баллончик с термостойкой краской для устранения этих моментов. На зиму металлическую такую печку, конечно же, рекомендую, либо, если вы не пользуетесь, куда-то убрать, либо какой-нибудь чехол накрывать от осадков, потому что, ну, так как и все металлическое, она боится также и влаги, и дождя, и сырости. Поэтому хотите продлить срок службы, накрывайте. И теперь мы сейчас маленьким количеством дров, ну, я думаю, что я использую вообще какой-то картон, чтобы закалить краску. В течение, там, 20 минут мы на небольшой температуре постараемся это сделать. Сразу хочу обратить внимание, что водичка должна в змеевике уже гоняться насосом, потому что, чтобы не повредить змеевик, он должен всегда быть наполнен водой, когда печь работает. И самое главное, всегда насос должен быть включен. Потому что, если вы выключите насос, вода в змеевике закипит, и вот эти вот переходники у вас могут поплавиться. Кстати, вот эту печь можно топить не только дровами. В ней можно сжигать вот такие, допустим, мусор, который не пластиковый, то есть бумагу. Вот, также ее можно топить и углем. У нее под уголь специальный усиленный колосник, который не прогорит, даже если вы будете очень долго топить углем. Там такие мощные пруты, которые как раз рассчитаны именно под уголь. Ну, на данный момент я сейчас загружаю различный картон. Вот, и с помощью его мы сделаем первую растопку печи. Отверстие для того, чтобы выгребать золу. И также можно вот при помощи горелки поджечь бумагу. Там уже пламя сверху. Итак, и теперь нужно потихоньку добавлять дрова, прям по чуть-чуть. Потому что самое главное, сейчас я говорю, мы обжигаем краску, чтобы она закалилась и кристаллизовалась. Чтобы она уже работала правильно. Вот он пошел, конденсат. Вот, на самом деле, не пугайтесь, это нормально, так должно быть. То есть, это не дырявая труба, это конденсирует вода. Вода холодная, огонь горячий. За счет этого появляется конденсация. Ну, и примерно в течение 20 минут нужно поддерживать небольшое пламя. Лучше всего, конечно, это либо щепочки, либо вот бумажки всякие различные. Сразу хочу сказать, что появляется, когда вот кристаллизуется краска, такой небольшой химический запах. Это нормально, то есть, это всегда так происходит с краской, термостойкой. Время сейчас 10.42. Вода в бассейне 20 градусов. Чтобы вы понимали, сейчас на данный момент она уже выходит тепленькая. Мы ее потрогали. Уже тепленькая идет, хотя вот печь только-только растопили. По технике безопасности обязательно рядом с печью имейте какую-нибудь емкость с водой. Ну, или хотя бы пустую емкость, так, чтобы можно было в экстренной ситуации, если вдруг у вас отключат электричество и перестанет насос гонять воду по змеевику, чтобы вы смогли там водой из бассейна черпануть и залить печь. Потому что, если этого не сделать, вода, как я сказал ранее, в змеевике закипит, и у вас поплавятся переходники. Так, чтобы у нас не прогорела бумага, вот, кинем туда маленькие такие поленчики. Сразу хочу заметить, что у печи диаметр примерно 40 сантиметров, и поэтому для нее нужно будет, если вы будете топиться дровами, заготавливать вот такие вот коротенькие дрова. Но для кого как удобно. Может быть, кто-то купит брикеты, ими вообще будет идеально, потому что брикеты, они маленькие. И так, догорает у нас последние угольки. Закладок мы делали, наверное, раз пять. Да, по-моему, пять раз мы закладывали. Закладывали, ну, примерно по половине бочки. Ну, то есть, это примерно где-то по 4-5 поленец. То есть, в общей сложности 25-30 поленец, вот таких коротеньких, как я показал, у нас ушло. Ту температуру, которую мы хотели достигнуть, мы достигли. И сейчас я покажу, что у нас получилось за 4 часа полноценной протопки. Хочу сразу заметить, здесь есть еще два фактора. Во-первых, дрова я изначально подготовил, я их подготовил за месяц. У меня они были сухие. За счет этого они давали хорошую температуру. И второй фактор, как видите, погода разгулялась. Солнышко нам тоже помогало, так как бассейн стоит в теплице. За счет этого тоже она получше, вода нагревалась. Но в итоге мы согрели, и сейчас покажу, до каких результатов мы дошли. Чтобы вы понимали, о чем я говорю, когда солнышко заходит, температура внутри павильона вот 40 градусов. Допустим, 2 часа тому назад она была, ну, примерно 45 градусов. И теперь пойдемте посмотрим на градусник. Ну вот, температура 29,5 градусов. В итоге за 4 часа полноценной топки мы подняли температуру примерно на 9-9,5 градусов. Да, возможно, нам помогло немножко солнышко. Но на самом деле, если вы думаете, что солнце прогреет 14 кубов воды там за несколько часов, то вы ошибаетесь. На самом деле, летом мы проверяли, чтобы полноценно прогреть такой бассейн, ну, примерно нужно 3-4 дня. То есть вот солнышко его прогреет до такой температуры. Ну, солнышко у нас выглянуло, ну, я не знаю, часа, может, 3 назад. Вот, за счет этого. Ну, то есть солнышко не сильно повлияло. Это, конечно, полностью заслуга вот этой печи. Ну, и, друзья, в конце хочу напомнить, что соблюдайте технику безопасности. И печь, когда у вас полностью только прогорит, то есть не останется никаких дров, никаких углей, только после этого можно и выключить насос. Еще раз повторюсь, что ни в коем случае не должна печь гореть при выключенном насосе. Печь начала выглядеть немножко по-другому. То есть краска на ней кристаллизовалась. Она стала немножко черно-серого цвета, с таким белесым оттенком. Нигде она не отвалилась, нигде ничто не шелушится. То есть она абсолютно выглядит нормально. Но единственное, опять же, хочу заметить, это если вы все правильно сделали. То есть изначально не дали большую температуру, а потихонечку закристаллизовали краску, чтобы она не осыпалась. Теперь печью можно пользоваться. То есть в следующий раз, уже в следующий раз, когда вы будете топить и греть воду в бассейне, уже просто загружаете, поджигаете, не нужно ничего закалять. То есть просто топите ее спокойно. Итак, друзья, сегодня 5 октября. Я специально подождал еще недельку, чтобы вам показать действительно, как полезна эта печь и как она работает. Сейчас мы зайдем внутрь и посмотрим, какая температура воды. Сразу хочу заметить, что эту печь мы топим через день. Как раз за ночь у нас опускается температура где-то на 2-3 градуса. И на следующий день мы ее будем опять топить. То есть сегодня потопили, завтра не топим, послезавтра опять топим. И хочу посмотреть, насколько же можно затянуть купальный сезон. По факту мы его уже затянули почти на 2 месяца. То есть практически все уже в 15-20 числах августа уже никто не купался. Мы по-прежнему купаемся почти каждый день. Печь работает. Итак, бассейн сейчас... Вот, покажи то, что. Бассейн сейчас, ну, почти 25. Естественно, для нас это все равно прохладненькая водичка. То есть мы еще часика-два печь потопим. Внутри павильона у нас сейчас 26 градусов. На улице сейчас плюс 15 градусов. Вчера погода была примерно такая же. Ну и сразу скажу, что вот в тандеме павильон и печка. Это очень хорошо работает и мы добились того, чего хотели. Мы максимально затянули купальный сезон. И думаю, что в следующем году мы его тоже начнем довольно-таки рано. Я, конечно, рассчитываю, что мы его начнем, ну, примерно в середине апреля. Чуть позже я сниму коротенький ролик с видеоотчетом, насколько мы максимально смогли затянуть купальный сезон. Если вам эта информация будет интересна, подпишитесь на мой канал, если вы еще не подписаны. Ставьте лайк, подписывайтесь. А на сегодня у меня все. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok